Привет, это обзор сервера Firestorm, в котором я расскажу об особенностях этого сервера. Также расскажу о плюсах и минусах игры на этом сервере. Для начала скажу, что сервер не является русским и был перенесён с запада. Поэтому это довольно сильно отобразится на геймплее, если вы будете играть. Вопреки тому, что сервер имеет много иностранцев, тут есть много разных русских гильдий. Поэтому вполне себе можно в неё вступить и играть уже с русскими людьми. На сервере есть 6 серверов, включая Легион, о котором я и расскажу. На данный момент Легион является самым популярным реалмом на этом сервере. Другие сервера не имеют особо большой заселённостью и как правило их онлайн не превышает несколько тысяч. На самом сервере есть много донатных функций, которые могут изменить игровой процесс. Увы, но чуть ли не задонатив сюда деньги, вы сможете прямо сейчас стать покорителем Легиона. Но как по мне, эта функция неправильная, поскольку она создаёт некую дискриминацию. Но помимо брони, здесь можно покупать разные безделушки по типу маунтов. Также особого смысла покупать донатные маунты я не вижу. Ещё тут за деньги можно прокачать свою профессию. Или же повысить свой уровень. Но самое интересное, это легальная продажа своих персонажей. Поэтому, прокачав какого-либо себе персонажа, вы вполне можете его продать и заработать на этом деньги, и купить себе какую-либо безделушку. 50 поинтов примерно равняется 5 долларам. Ну или по желанию, его можно обменивать за золото. Ну а теперь уже более о самом игровом сервере. На сервере есть статистика игроков, и судя по ней, можно предположить то, что большинство людей это Альянс. Так что, если начнёте играть, советую играть за Альянс. Когда вы только загрузили игру и вошли в неё, у вас будет появляться множество багов. И судя по тому, что я видел, в первые несколько часов игры будет играть довольно неприятно. Ну, в общем, это не будет очень сильно вам мешать. Также на сервере есть немало незначительных доработок, которые немного мешают. К примеру, текстурка может быть просто невидимой, либо как в моём случае, долларан. Также периодически будут появляться невидимые стенки, через которые нельзя пройти. А если подождать секунд 5-7, то это окажется каким-либо столбом, который ещё не прогрузился. Как говорилось ранее, играть в первое время будет не очень удобно. Когда вы только создали персонажа, на этом сервере есть очень удобная функция, которая вам позволяет изменять количество получаемого опыта. В оригинале получаемый опыт равняется x3, но его можно изменить. Делается это всё у вендора, который, как правило, спавнится у первого квеста. Там можно изменить опыт на x1, x3 или x5, но, как по мне, даже опыт x5 довольно мал. Ещё при игре на сервере я заметил такую особенность, что некоторые квесты упрощены. То есть, к примеру, иногда в квестах сокращается количество мобов, которые нужно убить. Или достаточно убить какого-то моба, чтобы не собирать предмет, который нужен для квеста. Но есть минусы, когда вы играете уже на более высоких уровнях. К примеру, на 40-х уровнях вам будет довольно трудно собрать группу себе, чтобы пойти в подземелье. Особенно учитывая то, что большинство людей, которые играют на сервере, это иностранцы. Ну а теперь я расскажу об игре на хай-левелах. На сервере стабильно каждые 15-20 дней публикуются обновления, в которых исправляются баги. К примеру, на Увове последняя запись по исправлениям была примерно где-то в июле. Подземелья и рейды на этом сервере сделаны довольно приемлемо. То есть, к примеру, пройти подземелья до конца будет возможно. С рейдами всё примерно так же. Поиграв в пвп пару игр, можно сказать, что сделано более или менее нормально. По крайней мере не так, как на том же Увове при старте игры у Альянса уже два захваченных флага. Но всё же периодически возникают какие-либо фризы или прогрузка моделей. Ещё из редких багов, которые я заметил, это была некликабельность врагов. Но скорее всего это было связано с тем, что у меня только прогружались файлы. То есть, в определённый момент меня начало что-то бить, я даже не мог понять, что это. А когда я увидел количество хп врага и попытался кликнуть по ему, у меня ничего не удалось. Ну а теперь немного о цепочках квестов. Тут как-никак реализована стартовая система, хотя она довольно сильно упрощена. Репутацию с разными фракциями также можно прокачать. В общих чертах, на первый взгляд, сервер кажется хорошим. Возможно это только предвременный вывод, но судя по тому времени, который я наиграл, сервер не хуже, чем тот же Увов или Циркл. Но всё же, если вы играете на одном из серверов, то я не вижу особого смысла переходить. Ну а по сути, это был краткий обзор сервера Firestorm. Благодарю вас за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok